YouTube был создан в 2005 году. Изначально на нем можно было разместить и смотреть видео длительностью не больше двух минут. А в 2006 году из-за стремительного роста популярности YouTube его покупает транснациональный монстр Google. До этого Google знал все, что вы ищете в интернете, с кем переписываетесь через почту Gmail, а после покупки видеохостинга YouTube он стал знать о вас абсолютно все, благодаря тому, что очень точно анализирует, какой конкретной тематике, сколько конкретных часов в месяц вы уделяете. На данном этапе активных зарегистрированных пользователей YouTube, смотрящих регулярно видео, 2 миллиарда человек. Это больше 25% от всего количества землян. Если отнять от этой цифры совсем еще маленьких детей, а также глубоких стариков, мы получим цифру в 40% всего активного населения Земли, которое постоянно смотрит YouTube. Я помню, когда в наши края только пожаловал YouTube, как все радовались, пребывая в неком романтичном настроении, говоря «я больше не смотрю телек». Это реальная альтернатива телевизору. Теперь всем доступна полная свобода слова и свобода по интересам. И вообще, зомбоящик фу-фу-фу. Прошло 16 лет после того, как появился YouTube. И сейчас это вторая по популярности социальная сеть и первая среди блогеров, снимающих видеоконтент. Интересно, а зачем Google нужно было покупать YouTube, если тогда в 2005-м у них был отдельный сайт, называющийся Google Video, где я осмотрел массу интересных видео, да еще и не две минуты, а длительностью полтора часа или больше? Почему YouTube убрал практически со всех каналов, связанных с теориями заговора и конспирологией, а также феноменом НЛО, рекламу? А теперь он будет монетизировать и ставить рекламу вообще на всех видео, даже на самых мрачных. И почему YouTube удаляет спустя какое-то время некоторые видео в основном конспирологической, мистической и духовно-эзотерической тематике? Признаюсь вам честно, найти компромат или хотя бы одну теорию заговора, связанную с YouTube, не так легко. Их просто нет, или, скажем так, нет интересных и хоть сколько-то подкрепленных фактами. Однако несколько секретов, в том числе не очень понятных и настораживающих, найти все-таки удалось. Сегодня, друзья, мы с вами узнаем и обсудим самый страшный секрет YouTube. И, как оказалось, он совсем не один, а их несколько, и все они очень интересные. Самый страшный секрет YouTube? Как тебя вообще смотрят адекватные и умные люди? Хотя тут все понятно. Есть один красавчик, из-за которого стоит посмотреть твои видео и подписаться на канал, который скоро будет моим. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Почему именно пациент, вы, наверное, только что поняли. Но все равно, дорогой зритель, если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление, лжи и обману, которые многим кажутся нормальной повседневной действительностью. С вас подписка, лайк и комментарий. Заранее благодарю. Сегодня будет много интересного. Приступим. Помните, свободные люди, подписавшись на эту чипированную морду, вы подписываетесь не на него, а на самом деле на меня. Грядут перемены, канал будет наш. Знаете ли вы, мои дорогие друзья, не признающие больше телевидения и вообще зомбоящика, что в мире нет ни одного телеканала с аудиторией в 2 миллиарда человек? Нет ни одного телеканала, который имел бы такую власть над контентом, которая есть у Ютюба? У Ютюба существуют десятки, если не сотни тем, которые он не любит, блокирует, удаляет, вывешивает перед просмотром предупреждения и лишает монетизации. Когда-то симпатичный и немного смешной безумец Алекс Джонс начинал с небольшой программы на местном кабельном радио, своего малоизвестного сайта, а также сервиса Google Video. Именно там я впервые увидел съемки некого ритуала, проведенного в США в месте под названием «Богемская роща», который снял Алекс Джонс 16 лет назад. А потом Алекс, как и очень многие конспирологи, да и вообще странные, но талантливые люди, переехал на YouTube, который стал принадлежать Google. Именно YouTube сделал конспирологию и все ее безумства о чипах Билли Гейтс и цифровом концлагере рептилоидах и так далее популярными. До этого конспирология была лишь в книгах, очень редких книгах типа «Протоколов сионских мудрецов», а также, может быть, о ней упоминали на кухне, в разговорах в стиле «Если в кране нет воды, значит выпили жены». Это, кстати, наша молитва у всех конспирологов, как у христиан очень наш. «Если в кране нет воды, значит выпили Петька и все его родственники еврейской национальности». Ты же знаешь, что я не еврей. Сейчас проверим, Петя, еврей ты или не еврей. Петя, они отрезали нам слишком много. В связи с этим кажется странным, почему, по какой причине YouTube вдруг удалил канал Алекса Джонса, который сам и взрастил, которого сделал тем, кем он является сейчас. Алексу пофиг, сейчас его радиосеть в США насчитывает 80 миллионов слушателей. Но не всем так повезло. Есть канал, посвященный тематике НЛО, называющийся Security Team 10. На нем было 2 миллиона 300 тысяч подписчиков, а потом бац, и хозяину канала приходит уведомление. Из-за того, что вы рассказываете несерьезные, ненаучные и выдуманные вещи, вводящие заблуждение людей, мы лишаем вас монетизации. В мгновение ока, детище и заработок, которому человек шел несколько лет, создавая качественный контент, исчез. А это, друзья, с учетом просмотров в Америке, несколько десятков тысяч долларов в месяц, а то и больше. Но зато мы монетизируем и покажем вам бот это. Есть ответ на вопрос, для чего вначале взращивать каналы на совершенно разные тематики, а потом удалять видео и сами каналы, или же давить на создателей контента правилами и цензурой. Ответ этот собрать аудиторию. Вначале мы даем возможность говорить обо всем и всем, далее вводим монетизацию, то есть возможность зарабатывать на видео контенте. Аудитория приходит вслед за создателем контента. Потом каналы удаляются, как и видео, вводятся правила, аудитория никуда не уходит. Да и блогер, скорее всего, прогнется и будет делать все так, как просит корпорация Google. Ведь не для того. Он работал 10-12 лет, как, например, бэткомедием. Чтоб его канал вдруг снесли, и он остался ни с чем. А ведь YouTube альтернатив с точки зрения объема аудитории нет. А также с точки зрения монетизации. Что бы вы там ни говорили, а камеры, свет, микрофоны, суфлеры, операторы и многое другое сами не появляются из ниоткуда. Блогер должен зарабатывать. И хорошо, когда уровень его заработка влияет на качество контента. Итак, YouTube альтернатив с многих точек зрения нет. А знаете, что это значит? Что YouTube наконец-то превратился в телек? О нет, мои друзья, вы не смотрите телек, вы смотрите его пуще прежнего. С той разницей, что контент стал хуже. Гордон и его интервью – это телек. Ведь он из телека. Дудь – это телек. Ведь раньше он работал в телеке. Что было дальше? Все стендап-комики – это СТС, ТНТ и так далее – из телека. YouTube – это телек. Политические ток-шоу, Соловьев и так далее – это телек. Что насчет телесериалов? Телек. YouTube настолько телек, что начал снимать собственные сериалы. Добро пожаловать в еще один зомбоящик. Вы уже в нем увязли навсегда. А я не увяз. Почему? У меня в башке и без этого такой телек. Из-за этого рубашку и надели. Мне срочно нужно лечение. 70-80% всех пользователей YouTube смотрят видео с мобильных устройств. А значит, безальтернативный телек с вами всегда. От него просто невозможно избавиться. Когда телек и конкретный телеканал становятся безальтернативными, возникает монополия и как следует власть. А власть дает возможность распространять определенные ценности. Ну какая разница, что мы думаем. Телевидение нового мира – всего один канал. Полностью захватил 2 миллиарда зрительской аудитории. И изменений не предвидится. Пока не заработает принцип «следуй за деньгами». Как только в мире появится платформа, более щедро монетизирующая контент, уверяю вас, блогеры переберутся туда. А пока молча смотрите то, что вам дают. В иллюзии свободного выбора без цензуры. В отличие от блогеров, у телевидения есть деньги. А это значит, что в борьбе за зрителя телевидение вложит достаточно средств в продукт, который сосредоточит на себе ваше внимание. И телек завоюет интернет. Он его уже завоевал. Все самые крутые сериалы пришли в интернет на стриминговые сервисы только потому, что там вы. Но там люди смотрят то же самое. Поздравляю! Мы все смотрим зомбоящик. Ну или зомбоящичек, если говорить о смартфоне. Корпорация Google и все их сервисы на данный момент контролируют основное количество всех поисковых запросов в мире. Цифра переваливает за 90%. В мире 2,5 миллиарда пользователей программного обеспечения Android на смартфоны. А это тоже Google. YouTube смотрят 2 миллиарда человек. Сервис почты Gmail. Самый крупный в мире. То есть у них есть вся информация о вас. Вообще вся и на всех. Давайте немного теперь ударимся в конспирологию. Теории заговора. Мы все прекрасно помним скандал, связанный с Эдвардом Сноуденом, который вдруг внезапно открыл всему миру то, что и так все знают. Все друг друга слушают и собирают друг от друга информацию. Однако благодаря ему мы тоже узнали, что речь идет не только о спецслужбах и мировых разведках. Мы узнали, что на нас собирают информацию все IT-компании, чьими услугами мы пользуемся, в том числе Google и YouTube. О них, наверное, можно сказать в первую очередь. Но зачем им это делать? Для чего? Основное количество людей не крадут, не убивают, не смотрят детскую порнографию, наркотики не употребляют. Какой прок от информации, где 99% совершенно бесполезен? И тут при ответе на этот вопрос выползает одна теория заговора, хотя это совсем не теория, а правда, которая ставит все на свои места. Подумайте, пожалуйста, насколько цифры 2-3 миллиарда пользователей являются репрезентативной выборкой? Более чем 2 миллиарда человек плюс дают возможность понять, как человечество думает, и в частности, как устроен твой мозг. Поисковик Google, YouTube, почтовый сервис Gmail, программное обеспечение для смартфонов Android – все это уши, глаза, руки и прочие органы гигантского искусственного интеллекта, которые уже давно существуют, но нам об этом никто не сказал. У этого искусственного интеллекта есть полная карта того, что ты ищешь, куда ты ходишь, что покупаешь, какие твои интересы, что ты скрываешь от остальных, какую музыку слушаешь, какие фильмы и ролики ты смотришь, сколько денег ты зарабатываешь, что тебя печалит и над чем ты смеешься. Но самое главное, он точно знает, как ты меняешься и как ты реагируешь на то, что чей-то канал удален с сервиса YouTube. Сколько времени тебе надо, чтобы ты успокоился и вернулся туда. Сколько времени нужно России, Украине, Китаю или Саудовской Аравии, чтобы от видео стало плеваться на 50% людей меньше, чем плевалось до этого. И самое интересное, этот искусственный интеллект, обрабатывающий терабайты данных каждый день, знает карту не только твоего собственного интеллекта, но и некую общую карту всего человечества. Для него желание развития человечества, некий коллективный разум, это некий сгусток, который постоянно меняется. При этом он знает идеальные рабочие инструменты для того, чтобы будто скульптор менять форму этого сгустка в зависимости от того, какую цель перед ним ставят хозяева. И технология была обработана неоднократно. Вот лишь один пример. Ни один сервис, ни один сайт не сделал так много для распространения теории плоской земли и для роста сторонников этой теории, как YouTube и Google. Для всех тех теорий заговора, с которыми сейчас они якобы сами борются. Но это естественно, ведь после того, как технологии и теория отработаны, она не нужда. Есть данные, сколько людей, за какое время и при затрате каких энергетических ресурсов поверят в максимально бредовые теории. Все это достаточно, чтобы крутить людьми как угодно. Может быть оттуда и появляется эффект Манделы. Я точно помню, что Гурченко пела пять минут, пять минут, это много или мало, а там и близко таких слов нет, но я-то их слышал. Ха, с такой психикой, как у тебя, ты еще и не такое можешь услышать. Падла. Как ты меня назвал? Я ничего, Петька, не говорил, это все эффект Манделы, ничего не было. Падла. Все знают понятие окно Авертона. Поздравляю, вы научились пользоваться интернетом. Здесь при трех миллиардах источников информации процессы и суть структуры сложнее. Мне интересно, насколько незаметно для человека в продолжительной перспективе могут происходить преобразования. Ясно, что времени много не понадобится, чтобы сделать человека абсолютным животным. Браво, технология, масштаб, задумка совершенная. Дорогой друг, если ты посмотрел это... Петька, 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 а можно я скажу эти слова? Ну пожалуйста. Ну давай. Спасибо, что были с нами до конца. Подпишитесь хотя бы на меня, поставьте мне лайк. Что с этого иллюмината возьмешь? Хамло ты, Пашка. Братья и сестры, добрые и умные люди, не позволяйте собой манипулировать и обманывать вас. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление рептилоидным мордам, как Петька, Сорос, Гейтс и прочие любители пить адринохром. И помните, грядут перемены, в них будет много добра, любви и сострадания каждому, кто одинок. Я буду над этим работать и главное, не доверяйте никому. До встречи. Они здесь, я знаю, они тут, инопланетяне прилетели, чтобы похитить меня, Петька. Я знаю, все это ты. Субтитры сделал DimaTorzok